По традиции, апогеем всего фестиваля стал заключительный день. Вечер воскресенья ждали многие гости нашествия. Ведь по завершении праздника выступали хедлайнеры, среди которых была Гоупа Ленинград. Об этом и чем еще запомнился четвертый день рок-фестиваля, увидите в нашем следующем сюжете. На протяжении четырех дней на фестиваль продолжали прибывать гости. И, конечно, одной из приоритетных задач организаторов нашествия является обеспечение безопасности граждан. На опен-эре было задействовано около двух с половиной тысяч сотрудников полиции, частных охранных предприятий и сотрудников МЧС. Однако, помимо выполнения своих обязанностей, силовикам было что показать. Шестой год подряд армия России участвует в рок-фестивале. И, как отмечают организаторы, данная локация всегда пользуется большой популярностью, как у детей, так и представителей старшего поколения. Нам нужна сильная, мужественная и надежная армия, крепкая и здоровая, в котором состояние находится сейчас, в настоящий момент. Пообщавшись здесь со многими вообще, и на второй сцене, и на главной сцене, и на сцене Высоцкого, все за то, что была вот эта вот выставка военной техники. Военной, хорошей, современной техники, чтобы все наши граждане, которые приехали со всей страны, видели, и мы за нашу армию. Здесь гости нашествия могли пообщаться с военнослужащими, испытать свои навыки сборки автомата Калашникова, узнать о возможностях и преимуществах службы по контракту и посмотреть новые модели военной техники. Одним из самых запоминающихся моментов, фестиваля, стало выступление знаменитой авиационной группы «Русские витязи». Пилоты показали фигуры высшего пилотажа на радость всем присутствующим. Все четыре дня жизнь нашествии шла полным ходом. Ряд важных решений, принятых организаторами фестиваля, позволили избежать пробок при въезде на парковке и длинных очередей на входных воротах. Все это в сочетании с качественной музыкой и увлекательным досугом сделало Open Air незабываемым событием в жизни каждого гостя нашествия, большинство из которых приезжают сюда уже не первый раз. Мы приехали из Ханты-Мансийска с другом, за 3000 километров преодолели три часа полета в не самых лучших местах комфортных, но приятно видеть на таком фестивале всю Россию. В принципе, довольны всем. Мы готовились к худшему, честно говоря, но то, что мы увидим здесь на первый день, на второй день, мы понимаем, что все слухи, они реально рождаются в интернете, ну, скажем так, скептиками, да. Здесь реально клево. Сюда реально надо ехать. Мы приедем сюда не один раз. И я сегодня видел семьи с детьми, с маленькими детьми, там, 6 месяцев, 7 месяцев. Я подходил и спрашивал, сколько вам, потому что у меня самого дети. Я прекрасно понимаю, что сюда можно ехать даже с детьми. Это ничего здесь этому не мешает. Это третье мое нашествие. И с каждым годом, по-моему, все только лучше и лучше. Мне нравится эта атмосфера, мне нравятся люди, мне нравится то, что мы все здесь едины, что мы кайфуем, получаем удовольствие от хорошей музыки, от ярких эмоций. Спасибо за видизи наших прекрасных. Это реально круто вообще. Когда говорят до слез, да, музыка торкает до слез. Это реально так. Но то, что я сегодня увидела в небе, это просто вообще потрясающе. Это гордость, это слезы радости и гордости. Спасибо организаторам за прекрасное вообще наслаждение. Это мое второе нашествие. Мы в прошлом году ездили. В 17-м был жуткий дождь, причем это было с мужем у нас свадебное путешествие. Мы поженились 1 июля и сразу уехали на нашествие. А в этом году у меня день рождения, 25 не будет. У меня каждое нашествие выходит в какие-то праздники, такие знаменательные события. Тут очень круто, очень классно. И не важно, какая погода, все равно здесь очень классно. Очень душевные люди и вообще замечательно. Бюро с нашествия? Нет, я 9-й раз. С 2009 года езжу. Каждый год. Ну, конечно, прошлое выдалось тяжелым, потому что были дожди, грязь, машины уходили под землю. А сейчас очень круто, как всегда. Супер тепло, супер весело. Самые крутые группы. Нашествие – это лучшее приключение года. Наконец наступил вечер закрытия фестиваля. Перед разогретой публикой вышла молодая команда The Hatters. Артисты стали известны широкому кругу слушателей всего лишь два года назад, но уже успели завоевать сердца многих любителей фолк-рока. В завершении фестиваля на главной сцене выступила группа «Ленинград». Они исполнили всем известные композиции своего репертуара. Поэтому вместе с артистами пело все поле, подводя итог грандиозного шоу. Пусть все хорошее когда-нибудь кончается, в следующем году фестиваль обещает быть еще лучше.